Друзья, всем привет! В данном видео мы разберемся, почему оперативной памяти используется меньше, чем ее установлено. В моем случае установлено 16 гигабайт и 16 гигабайт использовано, и я расскажу, как я это сделал. Посмотрите на этот пример. Здесь установлено 9 гигабайт, а использовано 6. Вот сейчас с этим мы и будем разбираться. Для того, чтобы посмотреть, сколько у вас гигабайт установлено и сколько используется, мы просто заходим в этот компьютер и на пустом месте нажимаем правой кнопочкой, выбираем свойства, у нас открывается наша панель управления системы. Здесь показывается установленная память, и если у вас используется не вся, здесь в скобочках пишется, сколько используется. На что здесь нужно обратить внимание? На тип системы. Если у вас 64 разряда операционная система, то у вас все хорошо. Операционная система 32-битная, то есть 32-разрядная, здесь будет написано. Она поддерживает явно не 16 гигабайт. Там максимум будет 3, и то не всегда. То есть, если вы установили какую-то дополнительную планку оперативной памяти, то вы должны понимать, что у вас должна Windows быть 64-бита. Если с этим у вас все в порядке, и Windows установлено на 64-бита, давайте перейдем к следующему пункту. Следующий пункт это у нас, откроем наши параметры загрузки. Для этого правой кнопочкой по пуску выбираем выполнить. Если у вас нету тут выполнить, то просто нажимаем сочетание клавиш Windows R. Запускается окошко выполнить, и здесь пишем msconfig. Нажимаем ОК. Конфигурация системы запускается, переходим в загрузку. Здесь переходим в дополнительный параметр. И здесь смотрим, чтобы у нас не стояла птичка максимум памяти. Если она у нас здесь стоит, то мы ее убираем. Потому что в большинстве случаев из-за этой птички у нас режется оперативная память. Убираем птичку, перезагружаем систему, проверяем. В большинстве случаев должно помочь. Что можно сделать еще? Еще вы могли что-то напутать, или не вы, могли что-то напутать. В настройках файла подкачки. Для того, чтобы это проверить, можно вообще его пока убрать. Для этого здесь же, где у нас это все показывается, в системе, выбираем дополнительные параметры системы. Здесь, в разделе дополнительно, быстродействие, нажимаем параметры, дополнительно, виртуальная память, изменить. И здесь выбираем без файла подкачки и задать. То есть, убираем вообще файл подкачки. Чтобы проверить, не сбивает ли он у вас оперативную память. Задаем, перезагружаем, проверяем. И последнее, что я могу вам посоветовать, это просто проверить. Если у вас, например, вставлены две планки оперативной памяти, проверить, возможно, одна из них не рабочая. Для этого мы просто открываем системник, либо ноутбук, крышку сзади, и вытаскиваем по очереди каждую оперативку, меняем ее местами. Если какая-то из них не запускает вообще Windows, то, скорее всего, одна из планок у вас не рабочая. Ее можно либо почистить, просто резинкой, ластиком ее чистим, либо просто она по факту у вас сгорела. Но в основном все решается путем установки 64-битной операционной системы Windows, либо же параметрах загрузки, как я вам сейчас показывал. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Будет еще много интересного. Всем удачи, всем пока.